Здравствуйте дорогие друзья! Я вас приветствую на канале India Magic TV. С вами я Олег, он же мистер Шанти и мои друзья и попутчики Михаил и Рина. Наш самолет авиакомпании Korean Air произвел посадку в аэропорту Чатрапати-Шиваджи в аэропорту города Мумбаи. Время начала первого ночи, температура за бортом плюс 28 градусов. Мы покидаем гостеприимный южнокорейский самолет Airbus A330 и мы наконец-то снова в Индии. Ай, хорошо, тепло! Пошли на автобус. На следующий. Садимся вместе. Чувствуешь запах и Индии, Миша. Тут очень красивый тоже аэропорт. Большой, огромный видит. Он новый, ему год от 3 всего лишь. А строил себя устроен в аэропорт? Просто я улетал... Можешь огромный видит? Я прилетал, я прилетел в старый аэропорт, а улетал, прихожу, нифига какой аэропорт, его сдали, понимаешь? А где старый был? Ну тут же и был, старый, а потом новый построили. Я уже улетал снова от терминала, я думал, как это, нифига, вроде... Я же совсем в другой прилетал, он такой стрёмный был, не очень. Он был старый. А мне тут такой, ооо, нифига себе, красивый. Вот мы и вылетели. Это пробки. Смотри, это пробки. Приколы. От чего пробки-то? А так и не скажешь, да? Да, скажем. Ага. Ага. И шковрик. Ага. У них что, тоже выборы что-ли? Судя по отважным индийским лицам. Какие-то странные. Прикол, да? Вот сейчас мы выходим в огромный зал, здесь находится паспортный контроль. И несмотря на то, что здесь очень много стоек этого паспортного контроля, все равно мы попали в огромную очередь. Видимо, примерно в одно и то же время приземлилось несколько рейсов. Вот такие очереди, друзья. Я выдвинул селфи-палку и попробовал это все снять с более высокой точки. Но нам нужно расслабиться и отстоять эту очередь, потому что другого выбора у нас, конечно, нет. Потом нам нужно будет получить багаж и обязательно разменять деньги. Как обстоят дела с обменом денег, мы пока только гадаем. В связи с этой неожиданной индийской денежной реформой. Начитались на форумах всяких страшных рассказов. Ну что ж, посмотрим, как обстоят дела на самом деле. Вот наша очередь потихоньку движется все-таки. Вот такая здесь в аэропорту Бомбея не очень большая очередь на обмен денег. В каждом окошке меняют по-разному. Закрепил я, друзья, свою экшн-камеру на аэропортской багажной тележке. И теперь можно все снимать как бы скрытой камерой. Никто не видит, что я снимаю с тележки. Хотя, по правде говоря, то, что я снимаю здесь в аэропорту, всем на это наплевать. Видишь, какая прикольная получилась съемочная машина. По крайней мере, здесь, в аэропорту, с обменом долларов и евро на индийские рупии, особых проблем мы не встретили. На выдачу наличности, конечно, есть ограничения, но это не 4000 рупий, как писали в форумах. Здесь вот несколько окошек обменников разных банков. И при желании можно обобрать их все по очереди. В первом окошке мне разменяли 300 евро и еще 500 евро разменяли в соседнем. Правда, курс здесь очень невыгодный. При официальном курсе рупии к доллару где-то 67. Здесь вам поменяют по 62 максимум. Но, по крайней мере, здесь хоть меняют. Я читал на форумах, что в Дели, в обменниках, курс вообще в районе 55 или даже 50. Банкомат, как оказалось, не работал, в нем не было налички. Покатались мы туда-сюда по аэропорту. На самом деле, эта часть аэропорта, которая вот на выход уже, на выход на улицу, она практически пустая, здесь нет ничего. То есть, здесь рассчитано на то, что ты прилетел, получил багаж, может быть, сходил в туалет, здесь вот перекусить можно, кафешка есть, и поехал в Освояси. Аэропорт этот большой и очень красивый, но все его главные прелести находятся в зоне вылета и в транзитной зоне. Поэтому, друзья, всю красоту этого аэропорта вы увидите, когда мы будем из Бомбея улетать. А сейчас у нас задача убить время. Нашли вот кафешку, сейчас попьем чая здесь и чего-нибудь съедим. Это будет наша первая еда в Индии. Как я уже упоминал, гостиница у нас с 10 часов утра, а сейчас третий час ночи, ехать нам практически некуда, и в ночном Бомбее делать тоже нечего. Ну, по крайней мере, с нашим багажом. А там ничего не видно. Время. Народный дождь с головной. Народный дождь с головной. Пу-у-у. В общем, друзья, в конце концов, надоело нам тупить в аэропорту, и мы все-таки решили выйти наружу, взять такси и поехать в нашу гостиницу, оставить вещи на ресепшене и пойти гулять по ночному бомбель. И вот мы покидаем здание аэропорта. Миша и Рина впервые в настоящей Индии, а я уже два года как не был здесь, в Мумбаи. В январе этого 2016 года я летал в Индию через Дели. Вот видите, друзья, здесь перед входом в аэропорт стоит куча народу. Это встречающее. В отличие от наших аэропортов, в индийские пускают только пассажиров внутрь, по предъявлению билетика и паспорта. Поскольку в Индии очень много людей, и у каждого человека очень много родственников, то я думаю, что это правильно. Таким путем удается избежать толкотни внутри аэропорта. На самом деле, при большом желании, провожающие могут попасть внутрь аэропорта, заплатив за специальный билетик. Где-то он стоит 100 рупий на один час пребывания внутри аэропорта. У нас здесь сейчас началась эпопея по поиску бюджетного такси, чтобы доехать до нашей гостиницы. Можно было заказать такси прямо внутри аэропорта, но там очень дорого. Нам предлагали за 1500, 2200 и так далее рупий. Для Индии это очень дорого, чтобы проехать какие-то 20 километров до нашей гостиницы. В конце концов, на одном из уровней аэропорта мы нашли такси за 700 рупий. На этот уровень мы спустились на лифте. Когда вы гуляете тут на улице, около входа в аэропорт, к вам постоянно подходят различные странного вида помогайки, советчики и другие личности. Один из самых полезных в Индии навыков, друзья, которые я советую вам приобрести сразу же по прибытию, это умение посылать всех этих советчиков и помогая подальше и еще дальше. Делать это надо сразу, уверенно и резко. Никогда не позволяйте в Индии оказывать вам те услуги, которые вы сами не просите. Продолжение следует... Ну вот мы уже в машинке, в этой смешной бомбейской таксишке. Кстати, эти машинки называются «Амбассадор». Это не старые машины, это новые машины могут быть. Они до сих пор выпускают машины этого типа. Мы едем в наш тип-топ-отель, который находится на улице Лемингтон-Роуд. Это улица недалеко от центра Мумбая, на расстоянии всего лишь одного километра от главного железнодорожного вокзала Мумбай-Централ. На улице Лемингтон-Роуд располагается один из главных мумбайских электронных рынков. А также мои индийские друзья, которые живут в Бомбее, сказали, что это также и одна из главных улиц красных фонарей в этом большом городе. Но гулять мы с вами по этой улице будем уже в следующем видео. А этот 34-й ролик я заканчиваю, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить момента выхода нового видео и ставьте лайки. С вами был мистер Шанди на канале IndiaMagicTV. До свидания, друзья. Всех благ. Субтитры подогнал «Симон»!